Добрых вечеров вам, дорогие друзья! Как ваши дела, здоровье и всё остальное? Думаю, что у вас всё прекрасно. Я в этом уверена. Я прибежала с работы, как всегда. На улице очень у нас нехорошая погода. Очень. Хотя говорить о погоде нельзя такое, ну, правда. Всё такое, знаете, очень. Очень вот такое. Такое погода, дождь, и завтра снег обещает, который перейдёт потом в дождь. Ну, вот такая погода не очень, не радует. Но думаем, что всё же восстановится. Что говорить? Вмешиваться в дела природы не можем. Быстро сходила в магазин, нужно было что-то купить, а потом займёмся вчерашним тестом. Этот берём для мытья посуды, беру эффект. Ну, так, более-менее. Но взяла, потому что другого не было в моём поле зрения. Что ещё? Быстро, знаете, приучились и к этому чаю. Потому что сейчас у нас такие времена суматошные в доме настали. Некогда. Я на работе эти дни очень занята. Некогда мне. Доча быстро заваривает себе, чай пьёт. Мама тоже уже привыкла к этому. И когда уже соскучимся, прям завариваем хороший чай с лавандой. И туда пиолаки кенийские вечерние добавляем. И всё. А эти дни пьём этот. И нормально. Ничего, оказывается, можно. Купила тыкву. Тыква стоит 464 тенге. Такая хорошая тыква. Думаю, что-то сделаю из неё. Думаю, так. Что-нибудь придумаем. Ну, как всегда, молоко. Неинтересно. Один пакет взяла. Это взяла для малыша. Мыть посуду нужен. Ушастый нень. Много ничего не взяла. Сейчас быстренько пройдёмся. Закуп был на 12 тысяч тенге. На российский делите на 5. Взяла куриное филе. Чтобы быстро приготовить. Не знаю, наверное, что-то сегодня приготовлю. Это вот вышло на 2160 тенге. Кошкина радость. Одну уже открыла, дала. Они за мной ходят и ходят. Это тоже для них. Едя в безмерном. Это масло деревенское. Взяла для выпечки. Добавляю в выпечку. Пойдёт. Какое было, такое и взяла. Даже, когда купила в обед, не растаяла до сих пор твёрдое. Взяла один баклажан. Что сейчас с ним сделаю? Пожарю. Есть помидоры. Сделаю тёщий язык. Грибы. Грибы. 850 тенге. Шампиньоны. Шампиньоны люблю. И всё. И взяла творожный сыр. По акции. Восторжание. 1800 с копейками тенге. Творожный сыр. Очень хороший кремет. Это для кремов, для соуса. Для соуса очень хороший этот сыр. Надеетесь, вам видно. Но я подойду. Творожный сыр хохланд. Креметто мы его называем. Потому что креметто был в таблетках. Творожный сыр хохланд. 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 Вот он мягенький стал хорошим. Мама его любит. Итак. Что сегодня по меню на ужин? Ужин должна быстро приготовить. Потому что пока на ужин что-то подогреть есть. Но не хотим. Поэтому Салтанат, как всегда, вытирает, прибирает. Сейчас здесь молит баклажан, который вышел в 374 киня. Почему взяла один, не знаю. Вообще не знаю. Сумала, может не очень. Нет, хороший. Ну, нарежу. Этими пожарю его и все. Эта пиала убираем. Нам нужна. Будем пить чай. С тыквой сделаем что-нибудь. Не сегодня. Сегодня пущу в ход. Это грибочки обязательно. Картофель еще 12 тысяч. Входит. Картофель хороший. Сеткой беру такой. Хороший картофель. Все. Вот и все закупки. Это мыло-мойку туда. Остальное сейчас в молочницу. Это мою, жарю. Этимою. Буду думать, что приготовить. А сейчас, наверное, первым делом пожарю быстренько со вчерашнего теста что-нибудь. И чай попьем. А потом уже основной ужин буду готовить. Все. Я уже, наверное, так привыкла в таком режиме работать, что приходя включать камеру и начинать работать с одной работы на другую. Итак, вчера тесто в холодильнике, видите, вчерашнее постояло. Многие написали мне в комментариях, что да, действительно, такое тоже делаем тесто. Поэтому очень рада. Сейчас быстро к чаю пожарю. Чай попьем. Утолим, так сказать, жажду. И все. И буду заниматься делами, так сказать, делами готовки. Так, колокольчики. Кто-то девчата просил фартук. Ой, некогда фартук одевать. На выходные одену фартук. Было видео уже с этим фартуком. Но все равно одену. А так работаю без фартук, ничего страшного. Как у нас у казахов говорят, ким тос-сын, умер тос-басын. То есть пусть одежда ставится, а жизни нет. Поэтому вот пусть одежда, ничего страшного. Очень хорошо раскатывается. Очень такое хорошее. Но и вот, насколько я помню эти, их не надо делать тонкими совсем. Поэтому сейчас очень приятное тесто. Пирог можно делать. Еще с маслом постояло такое хорошее. Поэтому сейчас достану свою волшебную черную чугунную 200-летнюю сковородку. И на ней буду жарить. Как сказала 200-летнюю, 200-летнюю. Что делать? 50% скидка. Другая на си анальность. И другая на си анальность, 50% скидки. Жду кое-какую почту от YouTube должна прийти. Но не приходит, не знаю, придет ли. Если не придет, будет очень печально. И именно вот эти, которые я сделала. Я собираю жарить, вот их сильно в большом масле жарить не надо. Вот именно эти почему-то. Поэтому сейчас масло нагреется. И спокойненько я пожарю. Такие большие буду довольно таки жарить. Чтобы один взяли и наеб все. Вот почему-то делала такие большие. Не знаю почему. С чем это связано. Вот такие. Вот такого размера. Это лишняя. Слишком уже. Но это присоединим. Сейчас. Это тоже слишком. Вот такие вот. Такого размера. Делала квадраты. И жарили. И вот так вот посередке. Такую дырочку. Прорезь. И все. Быстро жарили. Быстро ели. И все. Некоторые поменьше, некоторые побольше. Ничего страшного. Ага, вот этот один забыла. И все. Это так. Просто присоединим. И пожарим потом. Так, 8, 12, 13, 14, 16 штучек. 16 штук получилось. Все. Масло нагреется. Пожарим. Попробуем на вкус. Вот так вот ездила и забыла соль. Забыла дочери печенье. Вот такая я, товарищ. Но ничего. Надо будет съездить, взять. Мне соль нужна, как я без соли. Или придет внук сейчас, его отправлю. Вот такие вот. Вот такой толщины. Где там видно? Вот такой толщины. И вот такие вот. С прорезями жарили. Итак, посмотрим. Смехи. Мамбухи. Может не нагрелось. Нет, нормально. Откроем окно. Окно в мир. Они вот именно не должны быть тонкие. Пока все нормально. Вот так вот обжариваем. Довольно таки в объеме они, вот видите, увеличиваются. Довольно таки хорошенькие. Видно, что такое тесто хорошее. Уже при переворачивании это заметно. Главное, не жарить на быстром огне. На сильном имеется ввиду. Поэтому жарить спокойно. Я огонь потише сделала. Поэтому потихоньку, вот так спокойненько, обжарю их. Подождем, когда хорошо прожарится. Потому что тесто толстоватое. За счет соды кефира еще объем дает. Поэтому нужно хорошо пожарить. Не торопясь. Думаю, достаточно. И они не жирные, хорошие. На бумажную тарелочку буду выкладывать. Потише делаем. И все. Остальное достаем. Так, это позже было. Этот пушистенький сюда уберу. Сейчас немного остынет. Обязательно попробую. Вот такие поближе покажу. Люблю ходить. Вот такие, смотрите. Довольно-таки пушистенькие, хорошенькие. Попробовать хочу. Это именно те хрустящие. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Вкусно-очень. Сейчас переверну. Обязательно переворачиваю, не дожаривая. Не даю покраснеть от ресторана. Очень часто переворачиваю. Это дает корочки образоваться. Вот такие чудесненькие. Очень вкусные. Очень. Видите, какое пуристое внутри тесто. Горячее еще. Вот видите. Пропеклись. Хорошие, вкусные. Соль. Все достаточно. Сахар не ложила. Запаха соды вообще не чувствуется. Очень вкусные. Чай с такими пить. Одно удовольствие. Как раз я проголодалась. Конечно, правильно. Баланс всего. Он это залог хорошего теста. Поэтому, не знаю. Всегда тесто получается у меня хорошее. Но иногда бывает. Бывает. Не без этого. Бывает иногда что-нибудь. Поленюсь, когда, знаете, так. А в основном с тестом дружу. Но эти получились замечательные. И то, что мы их жарим на медленном огне. Вот сейчас я добавила. И вот этот, как не балансирую, а регулирую процесс приготовления. Это тоже играет большую роль. Я не жарю. Вот взяла, включила и все. Нет. Конечно, все стабильно. Вот так, знаете. Регулирую. Очень большое значение. Как бы придаю жарке. Так, что еще? Сейчас это пожарим. Семейно чай попьем. Ну, семейно зять уехал куда-то. Семейно чай попьем. И Приступлю к готовке. Планирую, что это грудку, наверное, перекручу. Сделаю, может быть, кефтели, а может быть, котлетки. Беточки, беточки. Скорее всего. Сделаю что-то сладкое к чаю обязательно. И пожарю. Грибной подлив сделаю. Ну, в принципе, вот и все. Возможно, тесто замешу еще на кефире. И Что еще? По плану. По плану вроде бы все. Пончики на выходные хочу сделать. Как раз пончики. И, наверное, сделаю Добавлю эти шоколадные капельки. Сделаю Панкейки, да? Маффины, маффины. Ну, кексы, короче. Маффины это те же кексы. Вот их, наверное, сделаю. Хочу дожарить. Все. Дожариваю эту партию и все. У вас 16 16 16 вкусных квадратов получается. Вот так. Обязательно замесите это тесто. И мне отчитайтесь, что вы замесили это тесто, сделали, пожарили. Рукаться буду, а то. Дорогущие друзья, пока суть до дела. Я перекрутила курицу, картофель почистила, отварила, фарш приготовила. С фарша хочу сделать как беточки, как киевские котлеты, что-то такое. И я сейчас нафармую. Фарш обычный, курица и что там, специи, то все, перец, лук, чеснок. Сами знаете. Сами умеете. Просто мотивация может быть, как кто-то. Бывает такое, что не знает, что приготовить. Хочу сделать пюре. Пюре хорошее, воздушное. Делаю, делаю в миксере пюре. Так. Потом что? Пожарю грибочки. Обязательно сама хочу очень грибочки. Как раз пожарю на этой желтой сковородочке. Баклажаны пожарю, пожарю эти грибочки. Все это пожарю. И все. Что делать? Не есть нельзя. Есть надо. Иногда думаю, я бы, может быть, там где-то что-то перекусила. Так, знаете, слегка. А есть, когда семья, нужно кормить. это неизбежно. Кто-то мне задал вопрос, дочка готовит? Да, конечно, готовит. Когда ей готовить с малышом грудным? Сами понимаете. Зачем? Я вот иногда удивляюсь, думаю, зачем эти вопросы? Люди задают, для чего это нужно? Может, то, что меня жалеет, думает, это вечно возле плиты стоит? Ну, если жалеете, не жалейте. Я привыкшая. Это готовить, делать. Для меня это вообще играючи, можно сказать. Готовлю, поэтому мне не тяжело. Готовлю и готовлю. Все, что там? Стой, доготовь. Что тут такого? Это варится, здесь все сейчас пожарится, не составляет особого труда. У нас на улице ливень. Представляете, это вообще не нужно. Ни к чему бы. буду делать котлеты, в серединку буду добавлять масло. Хотела бы я сделать это с зеленью, есть зеленый лук, но дочке нельзя, а я не хочу отмечать, какой с луком, какой без лука. Пусть лук так едят. Вот дырочки здесь сделаю, вот так вот, уже приготовила вот эти котлетки и внутрь сейчас дырочку делаю и в каждом масло положу. все и будет вкусно, сочные будут. Вот так вот масло положу все и снова сформирую, когда буду сейчас жарить, сразу сформирую из них котлетки. Итак, буду сейчас жарить, буду формировать котлеты. Все, картошка доваривается, котлеты вот так вот наформировала, а потом буду закрывать их. Видно, надеюсь вам. Потом буду просто вот так брать, водичкой руки мочить и вот так их сформировать. Вот. И масло обжарится внутри и будет такое, как знаете, сочное. Все, и быстро-быстро пожарю на большой своей двухсотлетней сковороде и все, пюре в дежу миксера, сливки туда, масло сливочное, все. И проблендерю и будет пушистое воздушное пюре. Так, тем временем, пока картошка сейчас доварится, не хочу на курт переходить газ, телевизор там смотрит, дочь с малышом сидит. Вот, я что делаю? Достану желтую свою сковородочку и здесь буду жарить баклажаны. Смотрят дети старой передачи это привет Андрей или жди меня. Как там все вот эти скандальные передачи и мы вчера тоже смотрели. Интересно. Очень. Сейчас баклажан порежу. Лада седан баклажан сделаю. баклажаны пожарим быстренько. Лада седан баклажан сделаем Лада седан баклажан картошку уже почти все уберу и быстро пожарю котлеты. Так нальем масло вот кто хотел увидеть кстати эту желтую в действии вот такая она желтенькая в действии а вторую сторону тоже включу задействуя вторую сторону что ж я так-то не стрелять ни в коем случае вылезает груди большие так все что это значит это убираем ставлю свою сковородочку котлеты по-киевски тоже можно с фарша сделать но сюда зелень добавляется у меня есть там и укроп конечно и лук зеленый как жаль но не хочу добавлять из-за того что не надо дочери зеленая кушать лучше не надо поэтому просто ни в чем не обваливаю делаю так это мы делаем быстро на сковородочку и все вот так закрываю с маслом они внутри растают хорошие будут вот так внутри видите масло просто закрываю как пирожки и все вот такие красивые беточки получаются внутри масло сливочное даже здесь я ощущаю прям запах сливочного масла очень вкусная получается баклажаны жарятся понемногу идите вот эти беточки под крышкой прямо тушу но тушить не буду жарю прям под крышкой куриное филе быстро очень обжаривается так что делаю я как пюре в дежу миксера масло отправляю и потом отправляю сливки и на малых оборотах миксера пюре готова воздушное пушистое пюре ближе покажу люблю ходить вот такое воздушное пюре получилось очень очень такое сливочное воздушное пюре хорошее получилось края протру сейчас пюре красивенько чтобы было так теперь что я хочу сделать быстренько на этой же сковороде где баклажан жарила масло сливочное и сюда грибочки быстро быстро грибочки грибочки протерла влажной тряпочкой все их не обязательно прямо мыть тщательно не из лесу ничего страшного не говорите мне про паразиты это тепличные грибы все грибочки пожарим посолим поперчим куда убежал и что сделаем зальем сливками и все еще добавлю порошок белых грибов натуральный порошок белых грибов знаете что заказывала и там смешается и аромат уже вот грибы со сливочным маслом сами понимаете какая вкуснотища это будет подлив сейчас баклажаны быстро чесночком майонезом смажу и помидоры все и наши уже хотят питаться котлетки очень очень сочные сейчас пока накрою так эти пусть жарятся сейчас солю перчем сладкое пока к чаю не успеваю кушать хотя есть лепешки порошок белого гриба сегодня в супермаркете тоже когда покупала девушка у меня спрашивает что вы делаете с тем сыром я рассказала про грибной соус она себе записала представьте на кассе я забыла сказать что посмотрите мой ютуб канал ну вот как-то забыла заскромничала сейчас здесь все вытираю готовлю так белый гриб порошок белого гриба посыпала аромат пошел божественным немножко творожного сыра обязательно добавляю творожным сыром очень вкусно представьте какое все сливочное очень я люблю эту сковородочку она глубокая а здесь поменьше очень хорошая штука все сейчас сливками еще немножко пожарю сливками залью и соус грибной будет готов заливаем сливками и даем немножко потушиться все и великолепный сливочный соус готов это просто пальчики съедите поверьте очень вкусно выключаю и на свою жару дойдет надо чтоб сливки скипятились и все так показала немного пюре этого грибного подлива я в маленькую тарелочку сделаю для вас хочу попробовать и маленькая котлетка есть как раз пробник сделала все для вас горячая правда приятного аппетита очень горячая это смотрите как завоевает ветер это блюдо просто знаете пальчики можно скушать до чего же это вкусно приготовьте божественно грибной соус это 10 из 10 это просто я вам не могу даже пересказать ой как вкусно сегодня сладости оставляем сегодня сладости не будет мы наедимся очень вкусно не могу оторваться приятного вам аппетита готовьте с удовольствием для своих близких дорогих родных ну а я все мой ужин готов лепешки есть хороший чай заварим котлеты вкусные беточки грибной соус картофельное нежное пюре что еще нужно в такую дождливую сырую погоду всем пока пока всех люблю субботом